Наш земляк, известный книжный иллюстратор Петр Баклевский, родился в небольшом селе Елшино, Пронского уезда Рязанской губернии. Со студенческой скамьи Баклевский был противником существующей системы крепостного права. Из-за своих взглядов так и не закончил университет и не получил звания кандидат права. Но борьбу против системы не прекратил, даже больше, воплотил ее в творчестве. И выставка репродукции в Рязанской областной библиотеке яркое тому подтверждение. Уже в 50-е годы 19 века сам Петр Михайлович знакомится с блестящими литераторами Москвы и Петербурга. И путь его с тех пор предопределен. Он посвящает жизнь книжной иллюстрации. Настоящую известность Петру Баклевскому принесли наброски к ревизору и мертвым душам Николая Гоголя. А еще именно Баклевский был автором рисунков для скульптурной композиции коней на Анечковом мосту в Санкт-Петербурге. Главные фонды, где хранится произведение Баклевского, это Государственный исторический музей в Москве, Государственный литературный музей и Государственный театральный музей. К сожалению, именно там, в этих трех крупнейших московских музеях, сосредоточено основное подлинное творчество Баклевского. Но поскольку рисунки на бумаге, выполненные акварельными или пастельными красками, очень хрупкие для истории, мы не можем достаточно часто видеть эти произведения. Просто даже дневный свет мешает этому. Поэтому лишь изредка на каких-то больших крупных юбилейных выставках произведения Баклевского покидают стены своих хранилищ и экспонируются для зрителей. В нашем городе было всего две крупных выставки. К 175-летию и к 200-летию в 2016 году. Графическое воплощение галереи гоголевских образов по сей день остается самым узнаваемым. Из всех возможных попыток изобразить героев гениального писателя.